Синхронное плавание Софья Мелека занимается этим видом плавания уже много лет и на первенстве Краснодарского края, который проходил в ноябре, завоевала три золотых медали, оставив позади сильнейших синхронисток Кубани. Я добилась таких результатов, потому что у нас, во-первых, другая школа, не такая, как в Краснодаре, мне кажется, намного сильнее, но в Краснодаре очень много тоже хороших спортсменок, но мы лучшие. В классическом плавании анапские спортсменки также одни из лучших. На краевых соревнованиях, посвященных памяти заслуженного тренера Анатолия Разночинцева, Александра Бокова и София Гоман показали лучшие результаты на дистанции 400-800 метров. Как считают сами плавчихи, это стало возможным благодаря упорным тренировкам. Мы плыли по 12 километров в день, 10-12, по две тренировки в день. На отделении спортивная гимнастика тоже есть свои чемпионы. Людмила Рощина восходящая звезда. Несмотря на юный возраст, она уже имеет второй взрослый разряд. Я маленькая когда была, я была очень, ну, лазила по деревьям, по трубам лазила. И меня мама решила отдать на гимнастику. Сейчас гимнастка вместе с тренером находится в Брянске на соревнованиях «Олимпийские надежды», где выступают лучшие гимнастки России и ее возраста. У этого ребенка данные от природы. Она очень гибкая, очень подвижная, очень сильная и выносливая. Плюс двухразовые тренировки в день. Ребенок работает, можно сказать, изо всех сил. И у нее огромное желание. Она очень хочет заниматься этим видом спорта. Ей нравится. Если ребенку нравится, это самое главное. Огромных успехов в этом году достигла и волейбольная команда Виктории под руководством Марины Смоглюк. Последняя победа была одержана в Кисловодске на чемпионате по Южному федеральному округу. Анапские волейболистки вышли в финал и одержали уверенную победу над командой из Ростова. Первое место заняли, потому что команда очень сплоченная и мы рвались в свои цели. Сейчас команда волейболистов готовится к полуфиналу чемпионата России, который пройдет 7 и 8 января в Волгограде. За прошедший год в общей сложности спортсмены Виктории завоевали более 500 медалей на краевых и всероссийских соревнованиях. Впрочем, на достигнутом здесь останавливаться не намерены. Год закончился, сейчас подводим итоги, формируем сборные команды, потому что следующий год это спартакяда молодежи Кубани. Это основное для города, для края. И дальнейшее участие у волейболистов это полуфинал первенства России, куда они вышли с первым показателем. Гимнастика – это подготовка тоже к первенству края, к чемпионату края. Плавание также в январе уже будет первенство чемпионат края. Ну и волейбол начинаются опять предварительные соревнования краевые с отбором в финал. Победы анавских спортсменов были бы невозможными без соответствующей тренировочной базы. Сегодня в Виктории созданы все условия для занятий спортом. И это не только новый современный бассейн, оборудованные площадки и снаряды, но и сильный тренерский состав. А значит есть все для того, чтобы в следующем году стать кузницей чемпионов не только всероссийского, но и мирового уровня. Руслан Душевский, Анапа. Регион.